Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова вы. У нас, между прочим, между прочим, ребят, вчера вышел патч середины сезона. Весил он ни много ни мало, до 130 гигов, там кто-то выкачивал до 130, плюс чат, если качали, меньше, я откачал всего 80 с чем-то. И я уже выпустил видос обзорный, где мы разобрали патчнот, официальный патчнот от разработчиков, в котором он указал, что он исправил, что он сделал, чего он не сделал. И мы были, мягко говоря, возмущены. Ну, по крайней мере, я за себя говорю, я был, мягко говоря, возмущен. Ведь там не было ни строчки о том, что понерфили FFR. А его, ребята, понерфили. Я еще не успел проснуться, еще глаза не успел продрать. После того, как запостил видос и пошел спать, у меня режим сбитый, выясняется, скрытый нерв все-таки был. Но он относится немного к другому. Давайте по очереди, переходим в вкладку оружие. И начинаем смотреть. Итак, для начала мы берем, допустим, пистолеты-пулеметы. Вот, допустим, смотрите, у меня есть АКУ. АКУ полностью вкачанный. Так вот, раньше вот этот ствол, 8,4 дюйма, который давал урон по транспорту, многие использовали, потому что он нативно давал скорость полета пульке, но при этом он не резал абсолютно скорость передвижения. Теперь он делает ровно то, что на нем написано. Он добавляет урон по транспорту. Надо, но вам это уже вопрос другой. Что нужно понимать? Сейчас нужно использовать другие стволы. То есть вы можете использовать стволы типа 9,3. Вы можете использовать какой-нибудь типа 10,3. Либо вообще последний, если вы хотите скорость движения боком, но при этом взамен контроле вертикальной и горизонтальной отдачи. Чисто технически последний ствол сейчас будет весьма и весьма неплох, потому что все-таки именно с трейфом вы пользуетесь, когда начинаете наваливать с ппшки от бедра. И, соответственно, скорость движения боком будет весьма и весьма кстати. Дальше мы идем к этим же стволам, но уже в, соответственно, тактических винтовках. Ни для кого не секрет, что прямо в патче было написано, что АУК понерфили. Они добавили ему отдачу. Чуть-чуть скорректировали ему отдачу. Но это еще не все. Помимо всего прочего, также были исправлены стволы. То есть второй ствол на 17,9 дюймов теперь тоже дает урон транспорту. Но нам это особо не было важно, потому что в любом случае самый оптимальный ствол это ствол на 18,2 дюйма, стурмовой ствол. Чем он хорош? В совокупности он дает очень хорошие бафы на темп стрельбы и скорость полета пульки. Возможно, в будущем это пофиксят, но на данный момент это работает именно так. Вы используете вот этот ствол и вкупе с агентским глушителем он дает те самые практически 1200 скорости полета пульки. Это очень быстро, ребят. Чтобы вы понимали, номинальная скорость полета пульки у АУГа 600. В то время как у М16 500. И именно агентский глушитель дает 30% скорости полета пули. Агентский глушитель это самый сильный модуль на данный момент в игре. Именно у Cold War оружия. Помимо всего прочего, идем дальше. Берем сейчас М16 и прикол такой. Кто не знает, раньше последний магазин, вот он здесь вот, вот здесь у меня к сожалению М16 не докачано, но последний магазин на 60 патронов ранее не резал скорость прицеливания. На данный момент он прибавляет практически 150 мс к скорости прицеливания. Это очень много. В конечной сборке М16 будет иметь скорость прицеливания почти как у снайперской винтовки, что немного не вписывается в общий концепт игры. И соответственно использовать данный магазин не рекомендуется. Используйте обычно на 45 патронов. Он минус быстрота перезарядки, но это не критично. Он не режет те самые параметры, которые очень важны в этой игре, а именно скорость прицеливания. Дальше мы переходим к пулеметам. Убираем сейчас пулеметы, ручные пулеметы. Пулеметы у меня конечно тоже ни хрена не вкачаны, потому что я в принципе не играю пулеметами. Но что вам следует знать? А следует вам знать следующее. Никакой из стволов, кроме последнего, на данный момент не дает ощутимой скорости прибавки скорости полета пули. Все стволы, которые сейчас есть, в том числе и пикинер, который теперь тоже работает так как надо, они не дают существенного прироста к скорости полета пульки. Но самый последний ствол, опять же, в купе с агентским глушителем, очень сильно увеличит скорость полета пульки. Чисто технически на данный момент практически любая пушка из Cold War может быть бафнута настолько, что скорость полета пульки у нее будет как у МВшной, что очень сильно ее бустит, так как номинальная скорость прицеливания у КВшных пушек намного быстрее. Так что в ближайшее время ожидайте новую мету, потому что FFR ребята очень сильно порезали. Во-первых, самый предпоследний ствол, 23 дюйма. Раньше этот ствол, помимо эффективной дальности, давал весьма весомую скорость полета пульки, из-за чего он был таким, как раз среднячком, который давал и скорость полета пульки, и эффективную дистанцию. Это было очень кстати, когда вы использовали FFR в качестве второстепенного оружия к, например, снайперской винтовке. Теперь он не дает скорости полета пульки. Из этого следует следующее. Вы либо используете рейнджерский ствол, который дает очень много скорости полета пульки, тут 87, по-моему, процентов он дает. Либо вы используете последний, который будет ухудшать горизонтальную и вертикальную отдачу. Кто вам именно использовать, вопрос уже следующий. Потому что помимо ствола, вам понерфили еще и быстросъемный магазин на 50 патронов. Аналогия здесь с М16. Этот магазин, даже в его описании, пишет, что он ухудшает время прицеливания. Но, чтобы вы понимали, весь прошлый сезон он этого не делал. Это были одни из немногих пушек М16 и, соответственно, FFR, которые при экипировке последнего магазина там ничего не происходило. Он просто давал боезапас, давал максимальное количество пулек и давал быстроту перезарядки. Что было немного странно. Потому что, например, все магазины из МВ-шного оружия, они режут скорость прицеливания. Если вы выбираете самый большой. А еще они режут скорость перемещения. Потому что патронов больше, движешь ты медленнее. Теперь, если вы хотите использовать FFR, вам, скорее всего, придется использовать магазин на 50 патронов. Обычный. Он режет не так много скорости прицеливания, но тоже режет. Проблема тут следующая. Вы не можете использовать на FFR магазин не на 50 патронов. Вы, конечно, можете попробовать для соло режима, например, магазин на 38 патриков. Но это не то, чтобы много. То есть, представим, что человек против вас мансит. И чисто технически вы можете его убить. Вам может хватить этого количества. Но если врагов будет больше, чем один, вы, скорее всего, не успеете перезарядиться. Даже если вы будете каким-то, не знаю, боком, крабиком-крабиком отступать. Поэтому такие вот дела. FFR на данный момент не то, чтобы суперсильно убит. Но он перестал быть той самой ультимативной ППХ-АРК-ДМРкой какой-то. Которая может закрывать чуть ли не все дистанции в этой игре, кроме максимальных. То есть, обычно люди к FFR убрали снайперку. И получался такой комплект. Как бы ты и в упоре все можешь, и на средней все можешь, и на даль ты можешь пострелять из FFR. Потому что скорость полета пульки 1200. А если уж чел где-то там в пиксель сидит, ты достаешь свой кар 98. Потому что другие винтовки не актуальны. И спокойно как бы выстегиваешь чела. И у нас дальше идут снайперские винтовки. Итак, если вы любитель снайперских винтовок и вам надоело играть с кар 98. На данный момент, ребята, вы можете, конечно, использовать либо пеллингтон, либо тундру. Они вполне себе играбельны. Ну, например, не знаю, мы, например, пеллингтон. Берем пеллингтон и здесь самый нормальный ствол в любом случае будет последний. Вкупе с камуфлированным глушителем он будет давать наибольшую скорость полета пульки. И что вам следует еще знать? Вам не нужно использовать на данный момент рукояти. Они не работают. Это все. То есть, как бы весь этот патч, по большому счету, это исправление ошибок от прошлых апдейтов. Но даже в этом патче у них почему-то не получилось уместить все. Они не смогли все модули переделать. Модули обмоток до сих пор не работают. Соответственно, использовать их нельзя. Не рекомендую. Не стоит. Ждите. Ждите видосов от ютуберов. Ждите видосы от меня, в том числе, когда все это пофиксят. Что касается моего мнения по текущему патчу. Это вполне себе хорошо. Это удобоваримо. Если FFR сейчас выпадет из меты, я буду очень и очень рад. Все еще топлю за то, что им нужно убирать на склад оружие. То есть, грубо говоря, насильно лишать людей некоторых пушек. То есть, допустим, есть у вас 100 пушек. Вы из них 25 каждый сезон или каждый месяц, каждые 2 месяца убираете и заставляете людей играть с другими. И это будет очень хорошо влиять и на мету в том числе. И им не придется менять как пушки, так и их характеристики. То есть, им не нужно будет менять модули. Им нужно будет менять какие-то вещи, которые в самой пушке прописаны. Ты просто убираешь эти пушки и как бы нет проблемы. А пока они там лежат у тебя на складе, ты их еще можешь переделать. И в итоге ты их когда добавишь обратно, это будут еще какие-то другие пушки. Будет, думаю, прикольно. Патч был сегодня огромный, но он уменьшил общий размер игры. И это тоже прикольно. Ну а если, ребят, вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Но если вам нравится мой контент в целом, обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Буду очень-очень рад.